Игорь Семенов, врач-трихолог, косметолог, эксперт нашей программы. У нас в гостях. Здравствуйте, Игорь. И сегодня тема, которую мы проиллюстрируем, как ухаживать за бородой. У нас не получилось с Русланом. Расскажите, счастливым обладателям густой растительницы на лице, что им делать, чтобы она действительно была вот такая... Да, ребят, доброе утро, всем доброе утро. Ну, во-первых, те, кто выращивает растительность на бороде, должны понимать, если она растет, то надо ее выращивать. Если она не растет, то не пытайтесь. Не пытайтесь? Подождите, а есть же всякие потенциалища будет. Есть пересадка даже волос. Мы рассказывали об этом в прошлый раз, когда можно из головы пересаживать вот сюда, в эту область. Но в любом случае генетика возьмет свое дело рано или поздно. Но самая главная ошибка, которую совершают ребята, которые пытаются выращивать растительность, они думают, что это не требует никакого ухода за своим лицом. Как раз-таки, наоборот, еще гораздо больше. Проще нам с вами побриться и не иметь никаких проблем, нанести те средства, которые необходимы. И этого больше, более достаточно. При этом надо понимать, что необходим будет и пилинг для лица специальный, который либо кислотный, либо механический, для бороды. Даже если у тебя борода, что лица не видно, все равно ты проникать будет под волосы. Который будет проникать под волосы, ближе к коже. Потому что на лице будет происходить то же самое, что если у человека бывает, например, перхоть на голове, бывают чешуйки, какие-то прыщички. Все то же самое может происходить непосредственно там. Если в бороде... Да, еще и не видно. Еще этого не видно. А это, естественно, все воспаляется, все раздражает и, естественно, ухудшает качество жизни. То есть, получается, чем-то надо обрабатывать бороду. Да, есть два, по крайней мере, два основных направления должны быть у мужчин, у которых есть борода и там область усов. Это средство, которое раз-два в неделю более глубоко очищает. При этом ежедневное очищение утром и вечером специальными такими пенками, да, и не просто шампунем, которым вы помыли голову, все-таки специальные вещества. Более глубокое очищение два раза в неделю. И каждый день ежедневно на непосредственно шевелюру, нижней части, да, нужно наносить те или иные средства. Это могут быть несмываемые бальзамы, несмываемые масла и все-все-все остальное. Поэтому, если вы будете выбирать, я к милу даму обращаюсь, подарки своим мужчинам, то обратитесь либо к барберам, либо в профессиональные магазины, где можно все это приобрести и научить вашему мужчину. А можете еще раз перечислить, что для бороды можно подарить? Масло, может быть? Обязательно масло, либо несмываемый бальзам, кондиционер. Он по-разному может называться, но лучше все-таки что-то такое на масляной основе. Оно будет смягчать эту щетину, да, щетинистый волос. Будет делать ее более мягким и, может быть, меньше ломаться, несмотря на то, что все-таки это область лица. И, по крайней мере, получить консультацию у профессионалов, у парикмахеров, у барберов обязательно, потому что это каждый волос, каждая кожа имеет свое определенное состояние. Дальше, это должно быть средство для очищения, то есть это второй компонент. И третье, это обязательно пилинг более глубокий, который необходим для лица. То есть, какую-то пенку сказать? Ну, пенка это будет ежедневное. Это ежедневное средство для бороды, потому что оно, естественно, будет отличаться от того, чем мы умываем лицо. Поэтому вот такой небольшой утренний состав, это то, что, собственно говоря, взял со своей ванной. А вот витамин у вас там стоит? Да, витамины, ребята, обязательно. Поэтому я вот понимаю, что спекулировать на рейтингах и антирейтингах правильных подарков к 23 февраля очень сложно. Мы тут не переборем никого, да? Но, тем не менее, что стоит тоже присоединять? Ну, это различные витаминные препараты, которые нам, собственно говоря, тоже будут необходимы. Витамины тоже надо втирать в бороду? Ну, втирать они будут в маслах, они будут в наружных средствах, но в нозы для того, чтобы борода была более сочной, более питательной, обязательно нужны. Это витамин А, витамин Е, витамин Д, биотин, который в том числе для роста волос на голове применяется. Эти компоненты необходимы обязательно. Ну, страшная история вообще с бородой жить получается. Это да. А дайте еще угадаю, и это еще должно отличаться зимой и летом, разные баллончики должны отличаться? Ну, не совсем. Для мужской кожи в основном бывает, не тип кожи отличается, да, а бывают потребности. В зимнее время, в осенне, чаще всего кожа даже жирная больше будет сохнуть, а в весеннее, летнее будет больше, более жирная. Поэтому чуть-чуть немножко скорректировать. Кратность мытья, очищение может быть, но менять не обязательно. Вообще плюсы и минусы иметь бороду. Руслан, как ты думаешь? Я вот сейчас загубнил плюсы и минусы. Я не знаю, какие плюсы могут быть иметь бороду. Не иметь бороду есть плюсы. Борода прибавляет несколько лет. А это надо? Если ты молодо выглядишь сильно, вот ты сильно молодо выглядишь. И что, я хочу молодо выглядеть? Нет, не подходит. Люди платят деньги большие, чтобы выглядеть молодо. Итак, недостатки. Вот как ты и начал, добавляет несколько лет. Дальше, необходимость регулярного ухода. Волосы хорошо впитывают и долго хранят запахи. Поэтому надо как раз... Зайдя в общепит, вы можете уйти с запахом вкусной еды. И все время будет вас дразнить. Получается, надо шампунем мыть тоже, когда мы в душе моемся с бородой. А еще отдельно, если вы не моетесь, вечером, днем, может быть, где-то подочищать. Еще дезодорант. И бородачам приходится чаще заглядывать в зеркало, чем бритым людям. Типа поправить. Крошки после обеда, пепел, прочий мусор в щетине никого не красит. Не, реально, я никогда не был бороды, поэтому крошки... Меня удивляет, что крошки... Преимущества. Преимущества. Бородатость добавляет брутальности. Растительность на лице может маскировать некоторые дефекты внешности, скрывать шрамы, бородавки, родимые пятна, прыщи. Их можно и другими способами тоже. Да, но мы теперь узнали, что надо пилинги делать. Все равно их надо не оставлять без внимания. Мы намеренно не включили список минусов сложности в карьере, которые вам сулят противники щетины. Приходишь ты устраиваться на работу, а у тебя гладковыбритый твой будущий директор. Он такой... Вы не проходите. Да, вы не проходите. У меня борода не растет, а у вас вон какая. Такие нам не нужны. Борода сделает вас более вдумчивым и рассудительным человеком в глазах окружающих. Можно скрыть волнение и взять паузу для размышления, поглаживая подбородок. Что за сайт-то ты нашел? И еще одна причина, почему мужчина отращивает бород в дополнительной защите от холода. Вот это актуально. Нет, давайте спросим у Игоря. Правда, да? Греет что ли? Ну, немножко согревает. Конечно, в зимний период времени маска может справиться с этим состоянием, но тем не менее, я знаю точно, что, по крайней мере, когда я еще учился в 90-х годах, у нас всегда было такое правило в медицине отсутствие растительности на лице. Скажешь, что ты оперируешь, кого-то волосок упал. Естественно, инфекция, пожалуйста, осложнение и все прочее. Жесть. Так, ребят, с наступающим у вас 23 февраля. Спасибо. Вот так здорово, Игорь всегда приходит. Борода вырастет? Это не для бороды, это просто для... Такая немножечко инстаграмная прикольная штука, такая железная маска, она фольгированная. Это вот наши с вами были классные. Будет золотого цвета. Спасибо большое. Это золотая маска? Да. Игорь Семенов, врач, трихолог, косметолог, эксперт нашей программы был в гостях сегодня. Ухаживайте за бородой, если она у вас есть.